А вы-то не замерзли, игроки-то согрелись? Нет, жарко было очень. Как вам игра, качество льда? Ну, я думаю, что неплохо было, все здорово. Олег Валерьевич, как вообще такой формат хоккей? Непривычно, конечно, я... Поначалу перед игрой я немножко волновался, что это будет не игра, а что-то там... Непонятно что будет. А так посмотрел, да, хорошая игра получилась. Вы больше играли, чем большие игроки. Какие советы давали? Какие советы? Мы играли при минус 30 с чем-то. И там пятерка играла, пятерка сидела в раздевалке, потом не маялись. Песа обмазались ноги, газету обматывали. Ну, все было. Говорят, что в Питере тоже, возможно, проведут матчи от минуты в воздухе. 18 тысяч соберется? Я думаю, что больше соберется. Больше? Когда партии кто же с вами сыграет? Что вы говорите? Когда кто же сыграет? В следующую игру. Олег Валерьевич, не было опасений все-таки непривычных условий? Было, было. Я же начал с этого и начал, конечно. У меня было волнение перед игрой. Олег Валерьевич, первая тройка устоявшимся получается. Каково его поиск? Нет, не устоявшимся. Организованные проблемы были какие-то? Просто раздевалка по договорению. Ну, здесь уже условия мы в одинаковых. Поэтому здесь за что-то там. То есть, выходили из автобусов в грязь, не страшно? Ну, за что такого? Что, мы грязи не видим, что ли? Если такие матчи будут традиционными, да, это будет нормально? Хорошая практика на вас? Ну, чтобы не слишком многое было. Не, ну хотя бы все команды поиграли. Ну, да, интересный будет. Я думаю, что собрали бы это очень большую аудиторию зрителей. Спасибо. Спасибо. Так моментов было, когда подчатки скинули с Викаритом. В принципе, это постоянно. Хоккей. А в Йогерите говорят, что СКА – это их новый принципиальный соперник, после того, как они с Финской лиги ушли. Для вас в Йогерит – это обычная команда? Конечно. Спасибо. Спасибо большое.